Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире информационно-аналитическая программа «Весть Роран». В предыдущей передаче мы говорили о том, что наступил в мире геополитический хаос. Говорят, даже геополитический вакуум. Который выразился в том, что в странах, регионах различных смешались представления об ориентациях политической, геополитической, идеологической в том числе. И на этом фоне, естественно, возникает вопрос. Вот в условиях такого хаоса, возможен ли военный конфликт? Может ли дело дойти до того, что какая-то из стран решится на крупномасштабное применение оружия, и это приведет к столкновению сверхдержав? Имеется в виду Соединенные Штаты Америки, Россия, Китай. Где это может произойти? В какой форме? При каких условиях? И, в принципе, возможно ли это вообще? Для того, чтобы обсудить эту проблему, в студии приглашены два эксперта. Первый – это доктор Мехмед Перенчек, сын известного политического деятеля Турции. Здравствуйте, доктор Мехмед. Здравствуйте. Второй эксперт – это, а может быть, первый, это известный политический деятель, известный аналитик, геополитический, доцент Женевской школы политологии, прошу прощения, дипломатии и международных отношений, доктор политических наук Жигона Роксолана Юрьевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами говорили в прошлой передаче о том, что ситуация дошла до буквально хаоса. Причем этот хаос выражается и в экономическом отношении, но в большей степени в идеологическом. Ну, в широком смысле идеологическом. Отсутствие четких ориентиров, очутки четких привязанностей, слома всех этих систем, которые до этого сложились и были более-менее устойчивые, союзов. Как правило, в таких ситуациях, в основном, в исторической ретроспективе, всегда возникали достаточно интенсивные конфликты, поскольку любая из стран пыталась перестроить эти отношения. Сегодня инструментарием ведения насильственного давления на применение насильственных мер является в большей степени гибридные войны. Информационное, экономическое давление, политическое давление или применение регулярных формирований вооруженных. Это мы сейчас видим очень активно на примере Сирии, на примере того же самого Ливана. Ливии, да. Да, где воюет, скажем, Хафтар, который отражает одну состав сил, там обвиняют, якобы там чуть ли не Франция за ним стоит, хотя и Россия там тоже свои интересы имеет. А с другой стороны Сарадж, трипольский сиделец, который отражает, за ним стоит Италия, тоже страна НАТО, Франция страна НАТО, и США. И вот как там все это будет развиваться. Предлагаю обсудить вопрос о том, насколько реально сегодня может дойти дело до столкновения сверхдержав. Я имею в виду, в первую очередь, США, Россию и Китай в прямом вооруженном столкновении. Где это может произойти? Если это не произойдет, то в какой форме могут протекать конфликты и возможны ли конфликты на территории третьих стран? Скажем, участие США в каких-то конфликтах. Ну вот, сейчас обсуждается очень активная возможность военного вторжения США в Венесуэлу. Как она будет проходить? Полезут ли сами туда американцы своими солдатами? Или кто только будет обеспечивать действия, скажем, колумбийцев, которые имеют к территории Венесуэлы свои претензии на часть территории Венесуэлы? Ну и, в принципе, всегда конфликтовали с ней. То есть, они вроде бы готовы пойти. Какие возможны конфликты в зоне Сирии, Ближнего и Среднего Востока? Ведь арабская весна, начатая в 2011 году, сегодня, мы можем констатировать, закончилась полным провалом американской геополитики. Американцы не привыкли уходить разбитыми. Вот я предлагаю вот эту тему обсудить. Не возражаете? Ну, давайте тогда. Давайте начнем, доктор Мехмед, с вас. Вот ваше мнение. Ваша страна, Турция, сегодня имеет серьезные проблемы и с США, и, самым главным образом, с курдами. А курды, они сейчас в большей степени, особенно курды иракские, во главе с кланом Барзани, они довольно серьезно опираются на американскую поддержку и, насколько известно, все-таки претендуют на строительство Курдистана. Даже если этот Курдистан не будет сейчас затрагивать территорию Турции, тем не менее сам факт существования этого Курдистана может взорвать восточную часть Турции, населенную курдами, которые захотят создать свое независимое государство, присоединиться вот к тому же к иракскому Курдистану, создать великий Курдистан. Великий, но не ракетно-ядерный. Вот. Вот как вы полагаете, насколько реальны в ближайшее время возникновения втягивания, возможно, втягивания в Турции в какие-то военные конфликты и где? Вот, во-первых, надо подчеркнуть, что американцы проигрывают войну, которую они начали во время Иракской войны, когда они нападали. В 2003 году? На Ирак. Нет. На Ирак. В 1991-м. А, в 1991-м. Еще тогда, да. Они проигрывают эту войну. Вот ваши последние слова очень-очень важные. Ну, сейчас мы живем не в однополарном мире. Мы живем в многополарном мире. Вот это очень важно. В многополарном, да? Да, в многополарном мире. И время прошло, когда американцы приказывали и другие страны исполнили их волю. Да, их волю. Вот это очень важно. И укрепление многополарного мира может препятствовать всякой войне в нашем регионе или по всему миру. Американцы даже потеряют своих самых близких партнеров. Союзников. Да, союзников там Францию, Германию. И вот есть некоторые анкеты. Почти 50% французов и немцев, они чувствуют угрозу со стороны США. Поэтому сейчас американцы изолировали себя, это очень важно. И они потеряют и потеряли своих там самых близких там союзников. Но в этой ситуации американские элиты, это очевидно видно, очень хорошо видно сейчас, они, скажем так, входят, я бы сказал, если вы меня поправите, если я не прав буду, в состояние определенной истерики. То есть они начинают принимать решения, ну вот судя по действиям того же Трампа, его даже противников, совершенно неадекватные, непродуманные, невзвешенные. И эти решения, именно вот истеричные, по-другому сказать, они чреваты тому, что дело может дойти до какого-то военного конфликта, вооруженного противостояния. Вот где, по вашему мнению, это может быть? И возможно ли это вообще, как вы считаете? Ну конечно, это главный, главная цель, что еще это захват Хартленд, Хартленд, это Средняя Азия, это Центральная Азия, это Россия. Евразия, Евразия, Евразийская прославшая. Но это они хотят контролировать, они хотят контролировать все энергетические ресурсы в Центральной Азии и, конечно, дороги там из... Коммуникации, да. Коммуникативные дороги, да. И чтобы захватить эту территорию, им нужно сначала какой-то плацтан на Ближнем Востоке, на Кавказе и на Восточной Европе. Конечно, есть какие-то конфликты с Венецией, но это не главный вопрос, я сейчас. Главная цель – это Центральная Азия, и чтобы туда прийти, нужны плацтан на Ближнем Востоке, на Кавказе и на Восточной Европе. Поэтому вот этот курдский вопрос, украинский вопрос или крымский вопрос... Как вы оцениваете, реально возможно ли дело дойти до того, что Турция войдет в вооруженное противостояние США или нет? Нет, это уже есть. Уже сейчас? Нет, уже есть, потому что Турция сейчас воюет с сухопутными силами США, как называли американцы террористические организации курдов. Слободные демократические силы. Да, СДФ. Они называли СДФ сухопутными силами Вашингтона. Это значит, что Турция уже воюет с американскими силами. Поэтому уже есть война, и эту войну американцы проигрывают. Если не будет за спиной, я не хочу там называть их курдов, но за СДФ, СДФ, вот это американцы, тогда они вообще не имели бы никакого значения на Ближнем Востоке. А вот Турция давно решила вывод своих войск из Сирии, и надеемся, что они будут там уйти отсюда вечно. Да, я бы хотела внести, прокомментировать несколько Ваших слов, доктор Перенчек, касательно захвата Хартленда. Если вы помните, в своем выступлении на Международном Конгрессе я отметила, что концепция так называемого захвата Хартленд тоже претерпевает трансформацию. Какую? Я поясню. Вы правильно сказали, что сегодня мы вступили в эпоху многополярности, но мало кто из экспертов отмечает, что эта многополярность имеет еще одну дополнительную характеристику. Многомерность. Так. Что это означает? Это означает, что сегодня ни один из центров, геополитических центров силы, старых центров, либо формирующихся центров, не обладает пониманием, как эти два направления соотносятся. И как решить уравнение с множественными переменными. Потому что Хартленд сам по себе, для того, чтобы понять, что делать с Хартлендом сегодня, нужно понять, что надо делать с новыми игроками на этом пространстве. Это уже не просто Хартленд, это не только Центральная Азия. Если вы хотите определиться, что делать с Россией, вы должны понять для себя, что надо делать с Китаем. А для того, чтобы понять, что делать с Китаем, надо понять, что делать с Россией. Это да. Вы понимаете? Это увязка. Это замовязка. Распад России будет означать невероятное усиление Китая, которое американцы остановить экспансию Китая до Урала не смогут. Это 20-миллионная армия, которая оккупирует это все и превратится в Великий Китай с ракетно-ядерным оружием России, населением Китая и производительной базой Китая, плюс китайским менталитетам и с этим монстром, что будут делать? И если вы пытаетесь, совершенно верно, Костя Иванович, если вы пытаетесь распознавать какой-либо из старых конфликтов геополитических народов, вы должны понимать, что вы будете с стратегической точки зрения с этим делать. Каковы будут ваши последующие действия и шаги? Какова будет причинно-следственная связь? Поэтому вот этот аспект многомерности, пожалуй, он не учитывается сейчас в экспертном сообществе. Потому что нет глубины понимания того, что скрыто под этим айсбергом, что скрыто под верхней частью этого айсберга. И игра с нулевой суммой, фактически, это уже тоже устаревший концепт. Потому что ни один из центров силы не в состоянии сейчас довести ту или иную конфронтационную точку до той самой точки бифуркации, когда уже шаг будет сделан вперед, и он будет безвозвратный. То есть это будет билет в одну сторону. Поэтому, говоря об американской стратегической мысли, мало сказать, что она истерична. Она находится в полнейшей рассерянности, в абсолютнейшей растерянности. Это, кстати, сугубляет истеричность. Это сугубляет истеричность. Но с психологической или психиатрической даже точки зрения, если оценить как бы психологический момент, моральный момент, составляющий, в котором находится сейчас стратегический военный, стратегический блок США, то его можно характеризовать как такая глубокая латентная паника. Которая, с одной стороны, да, может спровоцировать вот этот бифуркационный эффект, выход всего этого негатива и каких-то агрессивных импульсов. А с другой стороны, это может быть выражено в качестве, не знаю, возможности использования какой-то третьей силы, а именно второй-третьей площадки, то есть малых стран, где Америка снова попытается развязать, взять реванш. Да, я думаю, что они будут уже в ближайшее время, мы увидим попытки развязывания вот таких вот неудобоваримых узлов. И, скорее всего, это, конечно, будет на Ближнем Востоке. И я полагаю, что это будет все крутиться вокруг Израиля. Вокруг Израиля. Вокруг Израиля. Но Израиль – ракетно-ядерная держава. Совершенно верно. У нее около 200 до 400 ядерных боеприпасов. И ракеты «Ерихон-5» имеют радиус действия 6 тысяч километров. 6 тысяч километров, да. Это очень серьезная сила. Она простреливает всю Европу, всю Россию. И даже может дотянуться до Китая, в сущности. То есть это очень серьезная сила. Поэтому, если вы заметили, Космин Ильич, существовал такой активный дискурс, посвященный по Большому Ближнему Востоку, но я не слышала, чтобы активно обсуждался дискурс Великого Ближнего Востока, центр которого в основу легла книга Шамона Переса, бывшего премьер-министра Израиля, в основу которого лег проект или концепт того, что Израиль находится в центре арабского мира и должен существовать и развиваться за счет ресурсов арабского мира. Да. Поэтому я думаю, что этот конфликт, он ведь не был разрешен. То есть конфликт арабского мира с Израилем? Да. У меня вот такой к вам вопрос. В этом контексте, как вы оцените вот ту идеологию, которая сегодня начинает рождаться в умах американских военных аналитиков? Речь идет о том, что в Соединенных Штатах Америки очень активно сегодня обсуждается, причем в открытом экспертном сообществе, в открытой печати, возможность ведения войны между Россией и США, между США и Китаем, между США с одной стороны, Россией и Китаем с другой стороны вдвоем, ну плюс союзниками, естественно, главное, великие державы уходят, на территории третьих стран. Не затрагивая, собственно, территорию США, России и Китая, понимая, что затрагивание этой территории неизбежно приведет к ракетно-ядерному обмену, а вот на территории третьих стран, причем на территории третьих стран, они собираются вести войну не только обычным оружием, но и при необходимости применения ядерного оружия. То есть они допускают ведения локальной ядерной войны на территории третьих государств. Вот. И для ведения этой войны они основательно готовятся. То есть, в частности, они готовятся к применению, создают боеголовки особо малого калибра, которые они считают возможным, то есть там порядка нескольких тысяч тонн эквивалентом, там одну десятую, одну пятую часть от Хиросимской, которая позволит им решить те задачи, которые сейчас у них не получается решить с применением обычного вооружения. Вот. Как вы оцениваете, насколько реально такое столкновение и где оно может произойти между Россией и Китаем с одной стороны и США с другой стороны? Или там по отдельности? Возможно ли такое, по вашему мнению? Ну, всякую войну, вооруженную войну США, они проигрывают. Они даже там сейчас пишут много статей об этом, там много военных экспертов американских. Они пишут, что если будет какая-то война между США и Россией и Китаем, они точно это проигрывают. Даже они потеряют преимущества военной технологии и так далее. Как американцы могут там выиграть войну? Вот это очень важно. Если война между США и Россией и Китаем, они проигрывают. А если война между Россией и Китаем, тогда они выиграют. Вот это очень важно. Они всегда в плане США опираются на конфликты региональных стран. Поэтому они всегда провоцируют конфликты, вооруженные конфликты или войну, например, между Россией и Турцией. Поэтому они избили вот этот самолет через гюленистов. Поэтому нам надо выступать очень внимательным. Упреждающим. Да, упреждающим. Поэтому они будут там провести некоторые провокации против нас. Они хотят там сжигать конфликты между Россией и Турцией. И когда мы изучаем историю, когда мы воевали, да, турки и русские, оба проигрывали. Да. Во время Османской империи или во время Холодной войны. Всегда. А когда наши страны сотрудничали, тогда оба... Мы успешно били французов. Очень хорошо. Оба страны там могли реализовать свои национальные интересы. Когда объединенный флот российско-турецкий под командованием Ушак пошиб. Ушак пошиб. Брал Корфу французов. Корфу брал. Да. Брал. Вот. И вот поэтому соперничество между евразийскими странами выгодно только американцам, а сотрудничество между евразийскими странами это всегда выгодно евразийским странам и невыгодно Американцам. Вот это очень важно. И еще один важный момент по поводу соперничества. Бытует еще одно мнение в экспертном сообществе. Но оно такое традиционное. О том, что точки напряжения на Ближнем Востоке всегда связаны с религиозными моментами и традиционная позиция, что рассматривать это в контексте конфликта между шиитами и суннитами и так далее. Но я бы сказала на сегодняшний день вот эта религиозная составляющая она даже несколько уходит на задний план. Вот так, да? Да. Я, то, что я отмечаю, мои наблюдения подсказывают мне. И я вижу, что... А что выходит на первый план сейчас? Проектная составляющая. Так вот, да? Да. Роклана Юрьевна, а как вы прогнозируете возможность столкновения России и США, России, ну, США и Китая на территории каких-то третьих стран? Где это может произойти, по вашему мнению? И возможно ли это вообще? Решатся ли на это американцы? Потому что я скажу так, с военно-стратегической точки зрения, в принципе, если Россия, к примеру, Россия имеет какую-то базу в какой-то территории третьей страны, удаленную от основной территории России, то этой базе проблематично будет противостоять американскому, поскольку у американцев имеется очень развитая военная инфраструктура, по сути, по всему миру. Плюс не могут решиться на это пойти, но это будет опять-таки сопряжено с потерями. Вот, по вашему мнению, как вот на эту тему вы ответите? Восток полон тайн, а Запад открытий. Понятно. Мы стоим на пороге великих событий. Я думаю, что непосредственного, прямого конфликта, лобового столкновения не будет. Не решаться они? Нет. Я не думаю, что дело до этого дойдет. Не пойду. Вот на такое микробомбы не пойдут. И вообще я считаю, что сейчас идет активный процесс в Конгрессе США. Обсуждается вопрос торможения вот этих центробежных сил, вызванных блоком русофобских настроений и пересмотром в целом. То есть там начинают возобладать здравые взгляды. Да, здравые взгляды, да, здравые оппозиции. И это дает нам надежду на то, что мы близки фактически к новому этапу переговорного процесса. Это хорошо, это радует. И это очень радует. А вот теперь у меня к вам еще один вопрос. У нас немного осталось времени, поэтому недолго будем говорить. Вот сегодня Соединенные Штаты Америки признали Иерусалим в столице Израиля. Казалось бы, это вопрос сугубо региональной политики. Но в религиозном смысле он имеет очень серьезный подопреку. Ведь давно уже хорошо известно, что радикальные так сказать иудейские кланы течения вот преследуют цель воссоздания третьего храма Соломона на месте, где он разрушен на фундаменте. На этом фундаменте стоит мечеть. Мечеть Амара. это действительно величайшее творение. Ему уже больше полутора, почти полторы тысячи лет. И решается этот вопрос, может быть, либо путем переноса этой мечети, либо через разбор, либо через, так сказать, транспортировку каким-то образом целиком. Современные технологии это позволяют. либо разрушение по типу того, как бандиты из ИГИЛа разрушали тибетские памятники на захваченных территориях, уничтожали Пальмиру. Как вот вы думаете, вот это коллизия? Насколько реальны все эти опасения сегодня? И насколько это реально? Ведь это концепция, которая восходит к очень древней традиции. И эта древняя традиция, она лежит под оплеки глобальной геополитики глобальных транснациональных элит. Ведь крупнейшие транснациональные банки, по мнению целого ряда экспертов, являются просто инструментарием реализации более высокого уровня политиков, которые претендуют на создание мирового правительства, которое в православной и христианской, и исламской традиции воспринимаются как антихрист. У нас у вас шайтан. Поэтому как вот вы считаете, насколько это реально сейчас, насколько сильны эти тенденции вот на фоне вот этих событий, и не является вот это вот геополитический вакуум отчасти, я не говорю полностью, но отчасти результатом старания деятельности, старания деятельности вот этих вот сил. Оксана Юрьевна, ваше мнение. Да, и я думаю, что первыми геополитиками древнего мира были жрецы. Да, это не спорно. Поэтому то, чему свидетелем мы сегодня являемся, это есть результат вот этой древней геополитики. То есть уже 3000 лет, да? Да, 3000 лет. Что, в принципе, в историческом контексте, в историографическом не такая уж и серьезная цифра, так скажем. Поэтому рассматривать нужно вопрос не редистрибуции власти, не возникновения тихольных конфликтов в той или иной регионе. Понимаете, это все вещь, это описательная часть, знаете, как мантеневских вещей, там, суть вещей. Мы должны сейчас не описательной частью заниматься, а мы сейчас должны нащупать те квази или прототочки геополитические, которые предопределили формирование современного мира. Почему я сказала, это даже не вопрос религиозный, это все вот описать, в описательном блоке вопросу состоит. А вопрос состоит в проектном. Идет борьба за новый проект, прожект. Какой? Новый дизайн этого нового мира. Какой? Новый Иерусалим. Новый Иерусалим? Конечно. Новый Иерусалим. Значит, все-таки вот этот вариант. Вы совершенно правильно обозначили. Поэтому я была в Иерусалиме несколько лет тому назад, побывала в этой точке срединной всего мира. И, вы знаете, я тоже ощутила определенные такие очень знаковые флюиды. Они там есть. Они там есть, да. И что подтвердило определенные мои наблюдения и, так скажем, даже опасения и подозрения на то, что вот этот концепт, он фактически сейчас находится уже в точке как бы развертывания своего реализации. Вопрос в другом. Что мы, как мы можем ответить на разворачивание этого концепта? И я для себя нашла решение. Какое? Вот для себя я нашла ответ, который заключался в том, что из обозначившихся центров силы, которые, в общем-то, интересы которых схлестнулись в этом проектном, в проектной борьбе, исключительно у России есть возможности, позиции выиграть вот эту схватку. И эта схватка будет находиться в сфере идейной и мировоззренческой. Какое мировоззрение против какого? Это мировоззрение не связано ни с капиталистической системой, ни поскапиталистической, ни социальной формации и так далее. Это взгляд на положение человека, соотношение человека в мире, на его роль, на его позицию, на будущее развитие человечества. Какие альтернативы, какие две альтернативы или там сколько их больше может быть имеют место там склеснуться? Ну, когда зарождалось наше вселенение, есть такая теория, возник большой взрыв. Вот сейчас все движется в сторону возникновения этого большого взрыва. Ну, там есть речь о миллиардах лет. Да, о миллиардах лет, но мы сейчас сожмем это все в такой, в один файл, так скажем, и мы сможем, мы имеем возможность как в коллайдере, да, посмотреть, как эти частицы бозона Хиггса, посмотреть, как они двигаются, эти протончики. Да, точка бифуркации возникнет вокруг Израиля, вокруг Иерусалима, и я думаю, что в самое ближайшее время будем свидетелями этого процесса. А в дальнейшем, как будет происходить уже редистрибуция силовых полей, это уже второй вопрос. Вопрос связанный именно с новым проектом устроения этого нового мира, потому что надо понимать Новый Иерусалим, как не только Израиль, понимаете, и Ближний Восток. Это вообще новое мироустройство. Это то, что предложил нам западный мир в виде нового мирового порядка, и то, что евразийское пространство, включая Ближний Восток, Россию, Индию, Китай, пытается предложить в качестве многополярного мира. Поэтому наметилась тенденция противостояния между этими двумя полюсами силы. Но опять-таки, я повторюсь, вопрос многомерности, все, что таит под собой и вбирает в себя эта многомерность, это очень сложная и очень важная тема. Доктор Пилинчик, а что вы скажете на эту тему? Ну, я думаю, что завтра будет ли война, не будет. Это все зависит от нас. Если мы создадим вот это евразийское сотрудничество, если мы развиваем вот астастинский процесс, или там ШОС, или другие региональные союзы, ну, тогда американцы не могут осмелиться применить оружие. Поэтому нам надо оставить все детальные проблемы между нами и нам надо вот это создать евразийское сотрудничество. Это залог мира по всему миру. Дорогий Петеринчик, я задаю очень конкретный простой вопрос. Идеи нового Иерусалима Турция на стороне России или Израиля? не это Турция никогда не может быть на стороне Израиля. А может быть некоторые продажные правители могут быть, а интересы Турции противоречить совсем с Израильским. Турция в евразийском сообществе многополярного мира. Это точно. Альтернативы новому Иерусалимскому порядку, да? Да, точно. И Турция не может выжить в Атлантическом системе, это точно. Не может быть союзником Израиля или США. Понял. Спасибо, дорогие гости, за очень интересное выступление. Я думаю, что мы еще раз не раз с вами встретимся в таком составе. Или по отдельности, потому что мы отдельно про Турцию хотим поговорить еще. Отдельно вот эти вопросы, это отдельный вопрос Нового Иерусалима. Особенно в контексте технологических ожидаемых прорывов. Сегодня мы завершим нашу передачу. Спасибо за участие. Дорогие гости, прошу прощения, переговорить. Да, дорогие зрители, спасибо за внимание. С одной стороны, радостно, что все-таки риск возникновения военного противостояния России, США, Китая оценивается невысоко. Не дойдет дело до ядерной войны. С другой стороны, конечно, тревожно, потому что концепция Нового Иерусалима в православной традиции называется «воззарение Антихриста», а в исламской традиции «приход шайтана». Надеюсь, до этого дела не дойдет. Спасибо за участие. до свидания, дорогие зрители. До свидания, Продолжение следует...